Еще один обитатель, я уже показывал с ним видео, это наш Сашка. Тоже, тут одни певцы, слушайте, у нас тут талант на таланте. В каждом вольере поющие животные. Какой жанр поет Саша? Наверное, опера. Опера, да. Просто сотрудники зоопарка тоже очень творческие, и животные, конечно, перенимают все таланты, которые есть у сотрудников. И поют, и танцуют, и просто очень веселые и дружелюбные. Ну и, конечно же, момент угощений, снимаю крупным планом для вас, друзья. Ксюш, расскажи нам про Сашку. Сашка у нас искусственник. Это, то есть, у его мамы не хватило молочка для того, чтобы дальше его выкармливать. И выкармливали его сотрудники. Непосредственно наша старшая Татьяна Ивановна, зав коллекции. А когда он уже научился самостоятельно кушать, его переместили сюда. Он ручной. Да, он ручной. Вы уже видели видео, где он у меня на руках. Я его кормлю. Он тоже обожает внимание людей, но... Он пошел к тебе, потому что он тебя уже знает. А к чужакам он, конечно, не пойдет. Будет прятать голову в карман или еще куда-нибудь. Ну, а нас, конечно, он знает. Что он любит, помимо семечек? Что еще? Ой, ты знаешь, он такой непривередливый. Он все любит. И бананы, и апельсины, и грейпфрутик, и йогурты. Как обычная обезьяна. У него предпочтений особо нет. Ест все подряд. В этом и прелесть. Не надо ему подбирать там рацион, знаешь, особый. Ласку любит? Конечно, ласку все любят. От попугая до обезьяны. Да, да. Вот такой у нас Сашка. Очень любвеобильный. Красивый, ласковый. Сашка, дай пятерочку. Дай пятерочку. Прячется. Прячется, прячется уже. Да, не любит камеру. Все, Сашка, скажи. Друзья, я вас жду. Приходите в наш зоопарк-сказку. Обязательно заходите в экзотариум. Я вас очень-очень всех жду. Всем хорошего дня. Пока.